Ну, возьмем 1 июня этого года. Вся страна работает, понедельник, вроде все нормально. Все привыкли, что это день защиты детей. Но 31 мая, это же была Троица, и весь мир, Франция, Германия, Канада отдыхают. А в Канаде, более того, отдыхает и во вторник. Половина Канады отдыхает еще и во вторник, после Троицы. Мы, страна, движемся в православие, после коммунизма, социализма. Но праздники-то у нас остались наполовину коммунистическими. Да, мы празднуем Рождество Христово, Пасху празднуем, Троицу празднуем. Но не так, как этого бы хотелось. Понимаете? Понедельник после Пасхи — мы на работе. Понедельник после Троицы — мы на работе. После Рождества мы празднуем один день, там 8-й, максимум 9-й. Хотя серьезные христианские страны, правда, католические, тем не менее, они празднуют по неделю, неделю празднуют после Рождества Христова. У них Рождество с 24 по 25 числа, и они неделю празднуют. А новогодняя ночь у них называется не новогодняя ночь. Они празднуют праздник, называется Сан-Сильвестр или Святого Сильвестра. Даже эта вот новогодняя ночь, конец праздников, кстати, конец не начало, а конец праздников они посвящают Святому Сильвестру. Нам бы тоже неплохо перенять этот опыт, потому что мы празднуем новогодние праздники с 1 по 7 января. Мы просто посвящаем их, как говорится, приходу у себя после опохмелья, пьянки, после этой новогодней ночи, когда все не спят, непонятно, чего празднуют. Хотя с 24 декабря по 1 января все студенты, школьники собираются, какие-то утренники устраивают, что они празднуют. Я был на таком утреннике, там какой-то там шипокляк какой-то там, какие-то демоны летают, какие-то, не знаю, на метлах скачут какие-то ведьмы. Люди не знают, чего праздновать. Хотя все понятно это. Если бы был праздник у нас Рождества Христова, все понятно бы, что праздновать, какие там песни петь, чему посвящать. Мир бы был проще, понятней и искренней, что ли, была бы жизнь в России. Так бы я. А майские праздники то же самое. Ведь 30 апреля это Вальпургиевая ночь, шабаш-ведьм. И мы после этого 5 дней отдыхаем. И что празднуем? Да то же самое мы отходим от пьянки, которая была 1-2 мая. Я предлагаю серьезно о Госдуме подумать над переносом праздников. Люди не будут отдыхать меньше, но праздники будут более насыщенные, будут более полноценные.